МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Честное мнение» в студии Евгений Медведев и Светлана Владина. Сегодня, как всегда по пятницам, обзор тем, которые звучали в нашем эфире за минувшую неделю. Но прежде чем перейти к нему, поздравлю моего коллегу Евгения Медведева с дебютом сегодня. Он впервые выступал на телеканале «Союз» в качестве ведущего дня. И даже это не в прошедшем времени, еще несколько раз в эфире вы с ним увидитесь. Женя, поздравляю! Спасибо! В чем очень интересно, что когда выбирали день, когда он выйдет первый раз, вот именно то, что день святителя Николая, чудотворца, это показалось очень символичным. Женя сказала, что у него к этому святому особое чувство, теплое. И поэтому, в общем, надеялся на его помощь. Ну и, по-моему, все, слава Богу, получается. Во всяком случае, просим любить и жаловать. Конечно, поговорим сегодня обязательно, если вы нам поможете, о святителе Николая, чудотворце, о его помощи нам. Ну и, кроме того, вспомним, что обсуждали. А обсуждали мы в понедельник здоровье. Точнее, можно ли ходить на работу больным, глупость это или героизм. И если ходить, то какие правила при этом соблюдать. Далее тема была милосердие. Если помните, целый день в гостях у нас была православная служба милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. И в программе «Честное мнение» мы говорили об акции «Подари радость на Рождество». В среду мы обращали ваше внимание на то, что в Москве идет акция «Молитва о заключенных». Ну и вчера говорили про кризис. Все были бодры, веселы и полны оптимизма. Если у кого-то осталось что-то недосказанным, светлая мысль пришла в голову после программы, вот на эти темы звоните по телефону 379-6570, код города 343. Пишите нам в ВКонтакте, на Фейсбуке, на форуме телеканала «Союз». Жень, ну что, к человеку с медицинским образованием, который еще и на скорой работает, по поводу программы о здоровье. По поводу вот этой темы, да. Скажи, пожалуйста, проконсультируй, как все-таки правильно. Ну что я могу сказать по поводу этой темы? Больным на работу, конечно, не стоит ходить. Потому что первое из пунктов лечения – это покой. Обязательно покой нужен. И на работе, хоть какая работа не была, офис это, никакого покоя нам не будет. Все равно стресс, нервничаем. А во-вторых, зачем ходить и заражать окружающих? Ну а в маске, если, например? Ну в маске можно, но, знаете, там есть такой интересный заворот. Маску нужно менять каждые два часа. Спросить нужно у наших телезрителей, а меняют ли они маску на работе каждые два часа, если больными приходят на работу. Я думаю, что нет. Не меняют. Дома те же правила действуют? Все равно ведь. Ну дома можно надевать маску, можно нет. Я думаю, что маска дома не спасет. Все равно, если иммунитет не так хорош у близких родственников, то я думаю, что они все равно заболеют. Как это ни печально бы звучало, все равно заболеют. Понятно. Ну вот что мы не успели зачитать тогда, что было написано позже. Виктория Теплоухова написала, что когда работала над предприятием, то уже могла от звонка до звонка промучиться с головными болями, с давлением, с простудой и ничего. Только пользы от такой работы государства никакой, а мне зарплату начисляли исправно. Только вот не давали. Были времена, да, Виктория? Были об этом тоже поговорим. Леся Малинина пишет. Добрый день. Мне кажется, все зависит от состояния и степени тяжести болезни. Иногда, когда не здоровилась, но без температуры и совсем плачевного состояния работала, больничный не брала. А когда сильно заболеешь, лучше беречь себя и других. Маски носить не приходилось пока. Ну и, конечно, решение человека зависит от того, как администрация рабочего коллектива относится к больничным. Есть такие работодатели, которые категорически не любят больных и вечно сидящих на больничном, мамочек с детьми. Да, бывает так. Что есть туда. У нас звонок. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Игорь Александрович. Я хочу вам здоровья сказать. Вам тоже доброго здоровья, да. Слушаю. И вам тоже. Я хочу сказать, что человек, который ходит на работу больной, он своего рода какой-то мизантроп даже. Потому что это не его болезнь. Потому что он, когда идет больной, заражает других людей. Никакие повязки марлевые от этого не помогают. Потому что вирус, если человек медик, он знает, вирус по размерам и марлевая повязка, это за то, что открытое окно для комара. Он все равно проникнет, хоть какую повязку одевает. Поэтому ходить на работу не надо. Негероизм – это просто глупость. Нужно лечиться дома, не заражать других людей. И все. Спасибо, Евгений Александрович. Здоровья вам и вашей семье, и всем нашим зрителям. Спасибо. И завершая эту тему, Екатерина Дробышевская. Я на работу очень часто ходила больная, да, как и все. У нас, чтобы пойти на больничный взрослому, нужно, чтобы температура была под 38, причем при враче. Либо явно ангина, какая-нибудь бронхит уже на стадии воспаления легких, чтобы хрипы и анализы очень плохие. Если очень плохо, отпрашиваешься на день-два, и все, на работу. Но на самом деле, во время вот того эфира, в основном комментарии были такие. Ходить на работу больным – это не героизм, но глупость, но все равно мы ходим. И честно признаться, и мы ходим. И мы ходим, Светлана, и мы ходим. И вы, и медики туда же. Еще очень хотелось бы обратить ваше внимание вот на что. У нас в ВКонтакте завязалась переписка по поводу предстоящего, даст Бог, Нового года, Рождества Христова и дня рождения телеканала «Союз». Друзья, вот вы пишете, а, пожалуйста, покажите нам ваши семьи, а, пожалуйста, покажите нам всех, кто за кадром. А вы нам, в свою очередь, пожалуйста, расскажите о ваших семьях и пришлите фотографии. Давайте меняться. Хорошо? И тогда мы уж как-то постараемся. Я напомню, что наш адрес – город Екатеринбург, улица Репина, 6А, телеканал «Союз», пометка «День рождения». Пожалуйста, пишите письма. Почта России, я надеюсь, доставит их вовремя, но чтобы это произошло, писать-то надо уже сейчас. Ну и, конечно, электронной почтой тоже можно воспользоваться. Наш адрес очень прост – 10-собачка-тв-дефис-союз.ру Женя. А, звонок. Ну вот, пожалуйста, принимайте, коллега. Мы в эфире, слушаем вас. Мне можно дополнить вот то, что говорили о здоровье? Да, говорите. Я только раз слушала, но не могла включиться вам. Можно я сейчас дополню? Да, пожалуйста. Это был, это был, о гриппе тогда говорили, можно ходить гриппом на больных. Я просто хочу сказать, вот, здоровье, грипп и религия. Это, я очень старый человек, мне уже 86 лет. В 1955 году, когда вас еще не было, был страшнейший грипп. И в Тульской области, я работаю в Тульской области, все школы были закрыты. И тогда стал вопрос, что прекратить богослужение во всех храмах. Потому что грипп распространяется через причастие и прикладывание к иконам. И обратились к врачам. И вот я хочу, дай бог, если они умерли, эти врачи, инстаграмы небесные, если же дай бог здоровья, врачи в такое антирелигиозное время сказали, нет, в церкви никакого заразы от гриба не бывает. Когда еще не было телевизора, я слушала это по радиусу сама лично. Матушка миленькая, спасибо вам. Вот такое явление медицины к церкви, даже в такое атеистическое время. Спасибо вам за это свидетельство, низкий просто вам поклон. Как вас зовут? Ваше имя, отчество? И откуда вы нам позвонили? Меня зовут Маргарита Ивановна. Спасибо, Маргарита Ивановна. Спасибо, дорогая. А кстати говоря, я слышала от одного из наших старейших протодиаконов историю о том, вот аналогичную историю, но там женщина-представитель санэпидстанции, вот в Ивановском храме, который у нас тут рядом, просто пыталась в алтарь пройти и взять причастие на анализ, нет ли там действительно какой-то инфекции. То есть это, конечно, ужасно, такие вещи. И дай бог здоровья действительно, а если они умерли спасения душевного, тем докторам, которые вот так вот не пошли против совести, хотя, наверное, возможно, на них и давление оказывалось. Тема милосердия у нас звучала во вторник. Звучала она у нас и сегодня в эфире, потому что сегодня акция «Подари радость на Рождество» проводится православной службе милосердия в Екатеринбургском гипермаркете «Ашан». Мы в 10 часов утра старт акции показывали в прямом эфире. Вот такую листовочку нам дали. А в благодарность за участие все-таки телеканал «Союз» уже 5 лет участвует в акции «Подари радость на Рождество». Еще и календарик подарили. Ну, кстати говоря, если у вас есть возможность, если вы живете в Екатеринбурге или в области и собираетесь в тот «Ашан», который находится в торгово-развлекательном центре «Мега», с 10 утра до 10 вечера, то вы можете совершить там пожертвование и вам тоже подарят вот такой чудесный календарик, где написано «С Рождеством Христовым». Это, кстати, уникальная возможность. Не только проводить благотворительную акцию и собирать подарки для людей нуждающихся, но свидетельствовать о Христе на светской площадке. Так что помоги Господь православной службе милосердия, они большие молодцы. Жалко только, что в одном магазине все это делается. Ну, вот по силам, по силам. Ну, зато магазин, магазинище там, он огромный. Так что вот. Так, следующая тема у нас какая была? Тюремное служение и молитвы о заключенных. Я напоминаю, акция длится с 14 по 19 декабря в тюремных храмах Москвы. В первый день молились о заключенных во второй о правосудии, в третий о жертвах преступлений, в четвертый о семьях, в пятый о жизни после тюрьмы, в шестой о сотрудниках системы правосудия, в седьмой снова о заключенных. И мы, дорогие друзья, если помните, объявили молитвенную мобилизацию. И очень хотим, чтобы, ну, хотя бы на вечерней молитве, на утренней молитве, мы вспомнили о том, что, может быть, сугубо помянуть вот всех тех, кого мы сейчас перечислили, и вздохнуть ко Господу, может быть, один раз. Может быть, совсем чуть-чуть, но от всей души. Потому что на Руси, как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. А еще и слова Христа в темнице был и посетили. Так посетим хотя бы молитвенно. Ну, у нас здесь, кстати, есть комментарии. Комментарии по этой теме, который появился уже после программы. Пишет Галина Быкова. Здравствуйте, Светлана. Сейчас, слава Богу, во многих тюрьмах есть и священники, и молитвенные дома. Есть возможность и самим осужденным молиться. И я сама пришла к вере к Богу лишь по приходам священника к нам в колонию, где я трудилась, часто выписывал пропуск отцу Андрею. Спасибо вам, Галина, тоже за это свидетельство. Ну и, наконец, кризис, который мы обсуждали вчера. Это оказалась самая веселая тема. Как только не острили наши друзья ВКонтакте, на форуме, на Фейсбуке. Ну, причем не ради красного словца, а просто понятно, что людей не покидает оптимизм и, главное, надежда на помощь Божию. Жень, из всего, что написано, что больше всего запало в душу? Мне, конечно же, понравилось от Виктории Теплоуховой стихотворение, которое она написала. Все купила, все взяла. Два дивана, три ковра, Центнер сахару песку, Рожек два мешка, треску, В одну руку одну рыбку, Холодильник, даже скрипку, где-то в панике сгребла, Три корыта, три весла, Кучу маленьких гвоздей, спичек, Свечек для детей. Думала, для мужа взять односпальную кровать, Но, зараза, не вошла, Ни в один вагон товарный. И на эту сумму, И на эту сумму гарной я торшер приобрела. Успевала там и тут, Разбивала ноги, руки, Не судите ни от скуки, Потом даром не дадут. Потом даром не дадут. Уже стало вечереть, Дом забыт, Забит по саму крышу. Чай дымится, Мужа слышу, Вот, не страшно умереть. Виктория, спасибо вам большое. Вы вас так радуете своим поэтическим творчеством. Ну, правда. А сихотворение, мне кажется, Вообще, вот, ситуацию, Которая сейчас сложилась, Очень олицетворяет, Потому что в магазинах ажиотаж, Скупают все, Продукты, бытовую технику, Даже квартиры, говорят, Покупают однокомнатную, Сейчас не найти в продаже. Серьезно? Да, даже скупают квартиры. Ну, в общем, кому что посредством. Кому кризис. Да, ну, вообще, на самом деле, Вот, Евгений Никулин написал, Если не ошибаюсь, То есть греческого кризис, Это суд. Вот можно от этого оттолкнуться И развить тему. Да, действительно. А еще, вы знаете, Вот эта вот потеря возможностей, Там, например, Ездить за границу, отдыхать, Да, еще что-то. Вот Достоевский говорил, Что такое ад? Ад можно выразить словами Слишком поздно. И вот получается, Что когда была эта возможность, А сейчас ее не стало, Можно проанализировать, Как мы ее использовали? Действительно в душевное спасение? Или это были какие-то излишества? Например, поехав в Турцию, Можно просто лежать на пляже. А можно посетить место, Где жил и служил Святитель Николай, Чудотворец, Демры, Те самые, Миры, Ли Киевские. Ну, вот это для примера. Помню проповедь одного батюшки, Который говорил о том, Что, друзья, Ну, ведь в Иерусалим съездить, Совершить паломничество, Вот у кого есть финансовая возможность, Это гораздо лучше, Чем на Канары, На Бали, Или в ту же Турцию. Ну, это так, для примера. И вот сейчас, Когда слишком поздно, Мы можем понять, Что такое ад. И дай Бог нам, Чтобы нас это понимание, В общем, научило Правильно распределять свое время, Силы и расставлять приоритеты. Спасибо вам, друзья. С праздником Свидетеля Николая, Чудотворца. С вами были Евгений Медведев. И Светлана Владимировна. И программа Честное мнение. Даст Бог в понедельник. Увидимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok